Сегодня мы с тобой говорим про мужской климакс и признаки старения у мужчин. Я медицинский нутрициолог-психолог, меня зовут Алена. И сегодня мы с тобой говорим про признаки старения и как это понять. Не чисто не по внешнему виду, а вообще в принципе можно ли это понять, что мужчина стареет. Ведь в любой момент, нельзя конечно вернуть годы назад, но помочь стареть медленнее можно. Не поверите, не нужны для этого какие-то там процедуры. Потом я вам сниму отдельный видеоролик, что можно делать. В общем мужской климакс, когда мужчина стареет раньше времени, он бывает и достаточно часто. Начинается ворчливость, невротические расстройства, быстрое утомление, усталость. Появляются какие-то приливы, жар, потливость, постоянный набор веса, в общем ожирение и неприятненькие такие вещи. Поэтому, когда мы с вами говорим про климакс, то развитие может быть и остеопороза, и заболевания костной структуры, которые вызваны недостатком кальция. Плюс здесь первопричиной также выступают проблемы с нервной системой и осложнения, и опасность очень-очень разные. Наступление климакса затрагивает функции предстательной железы. В период климакса простата всегда увеличивается в размерах, плюс аденома простаты может быть, плюс может начаться Альцгеймера, Паркинсон. Ну в общем неприятненькие такие вещи. И когда мы с тобой говорим про некоторые факторы, которые могут сопутствовать, это воспалительные процессы, травма яичек, нарушение кровообращения, облучение, длительная интоксикация организма. И да, про лечение я отдельно расскажу, но мужчина может стареть костями, может стареть, как сказать, скелетом, да, элементарно. Может стареть метаболически, когда ты его зовешь с собой на танцы, а он два прихлопа, три притопа. Здравствуй, зайчик, я пошел. Вот такие вещи, они реально влияют на мужское здоровье. И еще мужчина может проявлять свой такой ранний момент, как бружание, ворчание, бессонница, моменты связанные с тем, что ну все, я устал, ну отстань, ну не буду, ну не хочу, ну не все, мне не надо. И мужской климакс может действительно затягиваться. То есть, когда мы с тобой говорим про затяжной мужской климакс, то он может быть в ответ на неправильный обмен веществ. То есть, как тебе объяснить, если мужчина недополучает питательных веществ, если у него психоэмоциональное состояние, все время взвинченное, элементарно он пользуется психостимуляторами, там вот этими всеми, я сказала чуть ли не матом, но не буду говорить, то, что продают в магазинах, знаете, вот эти вот все энергетики, редбулы, еще какая-то фигня, знаете, он реально покушал хорошую еду, усвоить не может, пошел за редбулом. Я просто сейчас возвращалась с супермаркета и видела таких мужчин. Мне так хотелось подойти и сказать, дядя, положи это на полку и отойди, но меня бы не поняли, и я решила свои вот эти моменты оставить с собой в голове. Потому что, когда мужчина любого возраста берет вот эту химию, это же воздействует напрямую на гипофиз. На нас и так воздействует вот куча всякой пластика, облучения всяких вот на дорогах этих газов, еще эта химия в продуктах, и еще мы осознанно, некоторые, бывает, заливают в себя не тот бензин. Я вообще тогда в шоке просто. Когда мы говорим с тобой про мужской климакс, то если ты его жена, подруга, следи за его тарелкой, ну вот просто смотри, чтобы там было достаточно продуктов, которые поддерживают мужской тестостерон, чтобы он достаточно пил воды, чтобы он не сидел на своей попе у компьютера до геморроя и до задержки разной, ладно, не буду говорить. В общем, для того, чтобы у него улучшался кровоток, хотя бы, чтобы он мусор уносил, отправляй его. А другой момент, если это случилось у тебя, и ты меня смотришь, то, конечно, первое, что нужно сделать, это двигаться. Второй момент, это снижать всю возможную химию в твоем доме, в твоем питании. Вот элементарно это базово. Следующее, исключить все психостимуляторы, если тебя раздражает что-то. Ну вот ты знаешь про себя, вот я, например, знаю, что меня раздражает и в жизни, и в мире, и я от этого отключаюсь. И ты должен также учиться, потому что многие вещи, которые ты не можешь переносить, они слишком отнимают у тебя много энергии. Поэтому трать энергию только осознанно и целенаправленно. Другой момент, хронические воспалительные заболевания, все не уберешь сразу, но можно с этим поработать. Атеросклероз, сахарный диабет, если параллельно все это идет, хронический стресс, то мужчина как бы не особо себя хорошо чувствует. И, конечно, можно бесконечно сдавать там Т3, Т4, пролактин, вазопресинт, общий тестостерон, анализ крови, мочи, липидограмма. И послезавтра опять это все пересдавать ЭКГ, УЗИ органов, УЗИ надпочечников. Что я рекомендую? Вот у меня все просто. Очень важно соблюдать режим труда, сна и бодрствования. Питать реально себя больше белками, растительными продуктами, которые содержат цинк, бор, антиоксиданты. Ограничить супер жирные, жареные, простые углеводы и фастфуд. Будет физкультура хотя бы по 40 минут несколько раз в день проходить хотя бы свои шаги. И, конечно, отказаться от курения, не злоупотреблять алкогольными напитками, да будет тебе счастье. Если ты уже хотя бы начнешь это делать, поверь, у тебя будут результаты. Подписывайся на мой канал. Целую, люблю. Твоя Алена.